Вероятно, есть такие люди, которые могут сразу же спросить, а что такое DOS? Это дисковая операционная система. В широком смысле слова, операционная система для компьютеров, ориентированных на использование дисковых накопителей, таких как жёсткий диск, дискета или же CD-ROM. Она является однозадачной системой, в ней отсутствует какой-либо графический интерфейс. То есть, после включения компьютера и запуска DOS, пользователь просто попадал в консоль, где необходимые тебе команды или действия нужно было вводить и совершать вручную. До появления DOS как таковой существовала такая система как CPM. Написана она в 1973 году. С годами DOS-систем стало много. DR-DOS, Free-DOS, 86-DOS, PTS-DOS, Apple-DOS, Atari-DOS, C-DOS, PC-DOS и много-много других клонов. Но самым распространённым DOS была MS-DOS от компании Microsoft, которая была просто переделанной версией 86-DOS. Однако, как я уже говорил, DOS-подобные системы не имели никакого графического интерфейса и содержали в себе только консоль, где команды пользователь вводил вручную. Но в 80-х годах прошлого века уже вовсю появлялись графические интерфейсы. Apple с их Macintosh сделала свою операционную систему с вполне себе неплохим графическим интерфейсом. А у компании Xerox в своём компьютере Xerox Alta уже и подавно был графический интерфейс, ещё в 70-х годах. Это первый в мире компьютер, использовавший словосочетание рабочий стол и графический пользовательский интерфейс. Благодаря графическому интерфейсу в целом с компьютером стало легко взаимодействовать. И всё же пользователи MS-DOS подумали, а почему бы не сделать графическую оболочку под DOS, чтобы и их работу за компьютером сделать приятнее и легче? Вот так потом и появилась куча оболочек под DOS-подобные системы. Есть оболочки на основе псевдографики и существуют оболочки, которые рисуют уже полноценную графику с огромной палитрой цветовой гаммы. В этом видео мы посмотрим на оболочки к DOS-подобным системам. Однако прошу учесть то, что здесь будут показаны не все графические оболочки по причине того, что их действительно очень много. А классика по типу Волков и Нортон Коммандеров будет пропущена, так как я надеюсь, что эти две программы вам очень известны. Я всего лишь покажу те, которые мне показались очень интересными и необычными. Что ж, предлагаю приступить к делу. И начнём мы, пожалуй, с DOS Shell. Стандартного файлового менеджера для MS-DOS версии начиная с 4.0 и заканчивая с 6.22. DOS Shell был впервые выпущен в 1988 году и включает в себя общие возможности, которые можно увидеть в прочих файловых менеджерах. Копирование, перемещение и переименование файлов. Запуск DOS-приложений по двойному щелчку. Запускается он командой DOS Shell и, естественно, из-под консоли. DOS Shell стал одной из первых удачных попыток создания файловых менеджеров с псевдографическим интерфейсом пользователя. Здесь находится только графика, которая состоит из букв и различных символов. Сама оболочка по дизайну сильно напоминает менеджер файлов из Windows 3.1. DOS Shell исчезла из поставки MS-DOS начиная с версии 7.0 из-за того, что программа не имела никакой многозадачности и сама по себе стала нерентабельной на фоне тогда набирающей популярности другого продукта Microsoft. Следующая оболочка под DOS уже была графической. Эта оболочка поддерживала функцию drag-and-draw, поддержку дисплеев SVGA и увеличенную длину файлов с 8 символов, как это было в DOS по стандарту, до 255, как это было сделано в Windows 95. Первая версия этой оболочки вышла в 2002 году, последний раз обновлялась она в 2009, и в скором времени проект был заброшен. И называется этот проект Graphic Vision. По сути он позиционирует себя как высококачественную объектно-ориентированную платформу приложений на основе DOS и DPMI с набором утилит для профессионального программиста Borland Pascal. Сама оболочка сделана в стилях между Windows 3.1 и Windows 95. Например, стиль окон из Windows 3.1, а концепция меню пуск из Windows 95. Также, кроме файлового менеджера с типичными для него функциями по типу копирования, перемещения и удаления файлов, здесь присутствует калькулятор, календарь, таблица символов, текстовый редактор, просмотрщик фотографий и поддержка запуска приложений, написанных на Borland и Turbo Pascal. Тут даже есть корзина, но она у меня что-то не работает, попросту не открывается. В целом, оболочка мне кажется очень красивой, но по сути она вышла в 2002 году, а DOS как таковой умер намного раньше, в 2000, поэтому эта оболочка уже тогда вряд ли была нужна, хотя не мне это судить, это всего лишь мое личное мнение. Ну, а мы продвигаемся дальше. Следующая оболочка мне показалась весьма необычной в плане дизайна. Этот проект был написан Феликсом Риттером в 1991 году, и изначально оболочка была доступна только платно, но позже из-за монополии Windows 95 программа стала бесплатной, и исходники были опубликованы по лицензии GPL в свободный доступ. Называется она Desktop 2, или же Desktop 2, кто как называет. Установщик этой оболочки выполнен в графическом формате, то есть при вводе команды install.bat мы сразу попадаем в графическую установку этой оболочки, где нас просят указать, куда скопировать саму программу и куда скопировать иконки для этой программы. После завершения установки перед нами сразу появляется данная программа, и она просит указать диски для автоматической установки программ, хотя эта самая установка ограничивается только добавлением ярлыков к DOS программам в специальную группу. Однако, кроме самой оболочки, программ у нас никаких нет, поэтому мы это пропустим, как бы нам этого не хотелось. Итак, что мы здесь имеем? Синяя площадь — это место для хранения программных групп и ярлыков к программам. По сути это какой-никакой рабочий стол. Чуть выше находится множество кнопок, которые открывают справку, выдают версию оболочки, открывают настройку групп, калькулятор, плеер, системные настройки и, собственно, завершение работы. При открытии файлового менеджера панелька перемещается вниз и меняет свое содержимое. В ней становится огромная куча кнопок, которые выполняют различные действия. Выделение, перемещение, копирование, создание папки, редактирование файла, установка атрибутов к какому-либо файлу или папке, возврат к показу программных групп, кнопка для открытия действий по работе с диском и так далее. Как уже говорилось ранее, здесь имеется приложение для просмотра и редактирования текста. Если мы открываем какой-нибудь файл, то нам предлагают выбрать, как именно его открыть. Как обычно, то есть в ASCII формате или в формате HEX. Тут даже есть своя панель управления, совершенно простенькая. Здесь можно настроить цвета, время и дату, файлы в ассоциации с приложениями, настроить приложение, которое будет показываться после запуска, включить или выключить звук. В целом, что я могу сказать об этом творении? Это очень даже неплохо. Свой дизайн, свои приложения. Наверное, такое было редко увидеть. Лично мне понравилось. Ну, а теперь думаю, что пора нам идти дальше. Следующая оболочка родом из Чехии. Называется она Kybex Shell. Надеюсь, я произнес ее правильно. Была создана Мирославом Фидлером. Первая версия вышла в 1993, а последняя версия этой программы вышла в 1994 году. Эта оболочка полностью сделана на чешском языке. Английского здесь нет вообще. Установщик здесь до боли простой. Появляется с тремя действиями. Установить, показать редми и выйти. После установки перед нами появляется вот такой интерфейс с кучей значков. Слева находятся ярлыки к дискам, при открытии которых открывается файловый менеджер этой оболочки с указанными данными этого диска. Ну, в общем, все как обычно. Чуть ниже есть корзина, а в принципе здесь содержится огромное количество ярлыков для запуска разных программ. Ну, а если запустить ярлык к программе, которая у тебя не установлена вообще или установлена в другой папке, то оболочка просто вылетает. Да, мы тупо упадем в консоль. Но эти иконки можно удалить и без них рабочий стол будет куда чище. Как во всех оболочках, здесь по стандарту имеется калькулятор, файловый менеджер, текстовый редактор. Однако тут есть еще картотека и... будильник. Да, очень нужная программа, конечно. Особенно будильник. Но, опять же, не мне судить. Также здесь есть доступ к командной строке, которая открывается не в полноэкранном режиме, а в оконном. Ну, а в принципе про эту оболочку рассказать толком и нечего. И поэтому, чтобы зря времени не терять и хронометраж ролика не тянуть, мы идем дальше. А теперь пришло время рассказать об оболочке, о существовании которой вы вряд ли подозревали. Данный продукт пародирует интерфейс macOS 7, операционной системой от компании Apple, которая поставлялась в компьютерах Apple Macintosh. И пародия, как по мне, неплоха, но есть некоторые оговорки. Называется этот проект MacShell или же MCShell. Название проекта, как по мне, уже создает маленькую игру слов, потому что MC тоже читается как Mac. Сам интерфейс выглядит вот так. Вполне себе напоминает старое macOS, однако шрифт иконок рабочего стола вряд ли похож на тот, который был в оригинале. Панель управления почти так же, как в старой macOS. Оболочкой тут поддерживаются звуковые события, но звуки, которые там находятся, это полный трэш. Вы только зацените звук запуска, да и остальные звуки, которые будут показаны прямо сейчас. Комплектация приложений там стандартная. Как во всех уже нами рассмотренных оболочках. Файловый менеджер, программа поиска, калькулятор. Как-то уже скучновато. Но однако, в отличие от прошлых оболочек, тут имеется собственный редактор иконок, выбор режима между копированием и перемещением файлов, просмотр системной информации, справочная система и поддержка принтеров. И еще одна очень интересная особенность. Виртуальные рабочие столы. Да, тут можно создавать рабочие столы и, собственно, переключаться между ними. Также их можно переименовать и сделать скриншот этого рабочего стола. Больше рассказать об этой оболочке особо и нечего, поэтому идем дальше. Microsoft Windows Да, вы не ослышали, сейчас речь пойдет о системе Windows от компании Microsoft. Первые версии были своего рода оболочкой с собственным ядром и часто запускались из-под дос командой Win. Но изначально Windows имела другое название. Разработка началась в сентябре 1981 года под названием Interface Manager. Кроме этого, эта оболочка должна была ликвидировать разрыв между дос и программами, обеспечив работу с подключенными к компьютеру, принтером и монитором. До разработки этой оболочки компания Microsoft писала программы для компании Apple, но начавшаяся продажа сравнителя дешевых по сравнению с компьютерами Apple IBM PC заставила компанию написать собственную оболочку для IBM PC и тем самым первой занять только что созданную на тот момент нишу. За время разработки первой версии системы в компании сменилось 4 менеджера по продуктам. В 1983 году менеджеры компании предложили назвать этот продукт как Microsoft Desktop, однако PR-менеджеры предложили более простое название – Windows. В ноябре 1983 года Билл Гейтс в Нью-Йорке рассказал о разработке графического интерфейса для MS-DOS и о планах до конца 1984 года использовать Windows на более чем 90% всех компьютеров с MS-DOS. Однако выпуска Windows 1.0 пришлось отложить несколько раз, из-за чего она вышла в продажу аж в конце ноября 1985 года. Первая версия Windows оказалась очень медленной для компьютеров тех лет, да и сама версия была очень хрупкой. Да еще нужно для системы какое-то оборудованного покупать видеокарту, мышь какую-то, типа зачем? Ладно, давайте все-таки перейдем к обзору. Установщик здесь текстового варианта и содержит в себе множество этапов. Выбор типа клавиатуры, мыши, установка принтера, выбор дисплея. Установка системы ведется с 6 дискет, о CD дисках речи тогда вообще не шло. После завершения установки нам подсказывают о том, что для запуска Windows нам просто требуется ввести команду win. Перед нами появляется анимированный загрузочный экран и позже появляется окно ms-dos-executive, так называется системный файловый менеджер. Никаких программных групп, никаких рабочих столов, первая версия Windows выглядела именно вот так. Даже окна никак нельзя перетащить, здесь они работают по, как я называю, плиточному принципу. Открываешь второе окно, первое исчезает. Однако если тебе нужны и первые, и вторые окна, то перетащи первое окно на левую сторону, и рабочий экран разделится пополам. А если тебе нужно третье окно, перетащи его точно так же и станет 3, равных по размеру окна. Возможность перетаскивания окон в коде имеется, но она заблокирована, а исходников нет, поэтому как-то скомпилировать и открыть эту возможность вряд ли получится. В стандартных программах здесь есть программы по типу текстового редактора в write, блокнота, приложения часов, календаря, калькулятора, картотеки и игры реверси. И некоторые из этих компонентов по типу Paint дожили до наших дней, несмотря на попытки его удалить из системы в 2017 году. С Windows 95 оболочка стала операционной системой. Однако чисто технически загрузчиком системы все еще являлся DOS, просто система загружалась уже автоматически, без ввода команд вручную. А с версией Windows XP система теперь полностью состоит на ядре Windows NT, которая себя отлично зарекомендовала в бизнес-задачах в середине 90-х годов. И RMS DOS как загрузчика окончательно ушла в прошлое. Ну а мы переходим дальше. Следующая оболочка сделана на территории Украины. И называется эта оболочка Palit. На официальном сайте проекта говорится, что это проект украинской многозадачной оконной оболочки DOS, которая должна совмещать в себе следующие вещи по типу удобного и красивого интерфейса, компактности, скорости, низких требований к технике, бесплатности и открытости. По поводу открытости и бесплатности не спорю, исходники проекта можно без проблем скачать и посмотреть, да и саму оболочку тоже можно скачать. Проект полностью сделан на украинском языке, никакого русского здесь нет, даже в интерфейсе, так скажем, системы. Проект был основан в 1999 году, последняя версия вышла в августе 2005 года. На официальном сайте также лежит документация для создания программ под эту оболочку. Palit имеет такие программы, как файловый менеджер, текстовый редактор, просмотрщик фотографий форматов BMP, GIF и JPEG, проигрыватель WAV-файлов, две игры, калькулятор, адресную книжку, блокнот и диспетчер задач. Также в системе имеется поддержка оформления системы, однако это меняет только стиль окна, кнопки, курсор, стиль меню и так называемую панель задач. Фон рабочего стола здесь установить нельзя. Имеются вполне себе неплохие системные эффекты по типу красивого перетаскивания и открытия-закрытия окон. Больше мне про эту оболочку рассказать и нечего, разве что это вполне себе была очень хорошая попытка написать патриотичную систему, которая ещё и содержит документацию по созданию программ для неё. Ну а мы двигаемся дальше. И наконец последнее, что мы рассмотрим, это Breadbox Ensemble. Изначально этот продукт назывался не Breadbox Ensemble, а Geos, и доступна она была сначала для компьютеров Commodore 64 и Apple II. И выглядела эта оболочка сначала вот так. Создана эта оболочка компании Berkeley Softworks. В 1990 году продукт был переименован в Geoworks Ensemble, а компания стала называться как Geoworks, и также эта оболочка была выпущена под DOS. В 1996 году это всё стало называться как New Deal Office. В 2001 году оболочка снова была переименована и теперь стала называться как Breadbox Ensemble, а компания стала называться как Breadbox Computer Company. Эта оболочка содержит в себе огромное количество программ, начиная с файлового менеджера и навороченного офисного пакета, заканчивая браузером и клиентом электронной почты. Также эта оболочка может спускаться не только из-под DOS, но и из-под старых Windows NT-подобных систем по типу Windows XP. Интерфейс сделан в стиле Windows 95. Такие же кнопки на окнах, такой же цвет фона, панель задач, стартовое меню и в принципе такое понять можно, потому что когда вышла Windows 95 это была по сути революционной системой и многие пытались ей подражать. Последняя версия этой оболочки вышла в 2009 году и с тех пор новых версий больше не выходило, но в Википедии сказано, что продукт до сих пор активен и поддерживается, однако что-то мне в это слабо верится. Ранее эта оболочка стоила 99 долларов, однако сейчас она бесплатно доступна для скачивания на различных сайтах, а исходники проекта выложены в гитхаб. В общем, как-то так. Да, оболочек под DOS существует огромное количество, но в этом видео, как я повторюсь, показал оболочки, которые как минимум считаю интересными и необычными по внешнему виду. Пишите в комментариях, что вы об этом думаете и каково ваше мнение по этому поводу. А теперь перед тем, как завершить свое повествование, если ты еще досмотрел до конца, то я хочу сказать тебе следующее. Огромное вам спасибо за 30 тысяч подписчиков на канале. Спасибо каждому, кто интересуется моими видео и оставляет комментарии. Мне лично очень приятно видеть такую активность, особенно когда ты занимаешься тем, что тебе нравится и приносит огромное удовольствие. Также огромное спасибо всем донатерам, которые поддерживают мое творчество через Донетпэй и кнопку «Спонсировать». Вы всегда можете поддержать меня. Все необходимые ссылки в описании. А я стараюсь читать все ваши комментарии и также стараюсь на них отвечать. Кроме положительных комментариев, конечно же, как и везде, бывают негативные. И я все понимаю, мне не могу нравиться абсолютно всем, и это совершенно нормальное явление. Ну, надеюсь, что дальше будет еще интереснее, там и 40 тысяч может будет, а то и вообще 50 тысяч подписчиков. Хе-хе. Ну, очень на это надеюсь. А на этом все. Спасибо за просмотр. Если тебе понравилось это видео, то ставь лайк. Также можешь подписаться на канал, чтобы поддержать мое творчество. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok